Экологическом кресле. Я сегодня пришёл к доктору поговорить о своём маленьком члене. О своём маленьком. Теперь видней. Ну... Что я могу сказать? Короче, вы хотели видеть член Шпака? Давно уже. Готово. Последние минуты инстаграма. Он там есть. Да. Я и доктор этому свидетель. Ну, я думаю, что все знакомы. На Свету я подписан уже давно. А знаем мы друг друга ещё более давно. Тогда тебе надо лучше вот так вот сюда. Ну, давай вот так вот. Вот. Так. Это Светлана Гагарина. Профессор Светлана Гагарина. Ну, я не знаю. Буду звать Света. И мы, в общем-то, на ты. Ну, просто друзья, да. Да. Я решил серьёзно подойти к этому вопросу. Потому что все говорят, что я отрезал себе... Орган. Органы. Органы. А, и органы. Есть тестиклы, то бишь яички, а есть пенис. Но говорят, что они есть у меня. Подожди, давай я тебе потом... Давайте... Давным-давно ко мне приходит очень интересная дама. Очень высокого роста. Такая крупная, худая, такого модельного вида. И говорит, вы знаете, Светлана Гагарина, не могли бы вы не переставить импанку? Ну, то есть, да, я говорю, конечно, могу, не вопрос, всё. Пожалуйста. Она раздевается, причём у неё такие небольшие трусики, всё очень хорошо, всё очень красиво. Но что-то у меня вот терзают смутные сомнения, видимо, всё-таки внутренняя интуиция. Я говорю, да, конечно, можно переставить импланты. Я говорю, ну, там, вот, заполните форму, паспорт ваш покажите. Паспорт она мне показывает, действительно, женский паспорт, всё. И у меня, как вы знаете, есть сестра, с которой я работаю 20 лет. И мы после этого, вроде как, записали её на операцию, всё, она пошла сдавать анализы, всё хорошо. И мне моя сестра говорит, вас не терзают смутные сомнения? Я говорю, терзают. Но мы же не можем сказать, идите на гинекологическое кресло, как-то вроде, проявланты, вещь идёт. Но в итоге мы с ней поспорили. Я говорю, это точно трансгендер. Вот 100% трансгендер. Она говорит, ну, как же так-то вот, выглядит всё, как будто всё хорошо. И я вам открою тайну. Этот человек, полочлен, вот так вот назад, скажем так, засовывал и, типа, скотча приклеивал сзади. И поэтому это выглядело в том, что, ну, как будто немножко увеличенные большие половые булыбы. То есть между стикулами проводил полочлен и приклеивал сзади. Я такую историю тоже знаю. У нас такое же было в косметологии. Сейчас я начну говорить, что я делаю так же. Но на самом деле всё проще. У меня-то просто маленькие. Нет, серьёзно, я так не делаю. У меня уникальный, но, как бы, ладно, не буду тебя смущать. Короче, другой вопрос. У некоторых действительно эта тема прям парит. И у них прямо вот пасаны и остальные должны видеть, что у человека есть хозяйство. Как решается вопрос с хозяйством? По крайней мере, давай начнём с хитчи. Ты знаешь, что можно сделать эндопрогнозирование, и у тебя будут, ну, как у коня, прям самец. Нет, ну, это, кстати говоря, достаточно простая операция. Не буду, опять же, никого обманывать. Действительно, используются импланты, яичек, так называются. Не вредно, не будет никакого рака, потому что очень пугают. Нет, вот тут я могу точно совершенно заявить, что имплант ставится по показаниям. Когда действительно либо анархия, то есть вообще нет яичек, или бонархия, когда обманничка есть. Причём делается УЗИ, по УЗИ мерится размер яичка, который имеется, и заказывается имплант. Операция, кстати говоря, достаточно простая. А если два на маленьких? Можно и два маленьких поставить. А если два своих маленьких? Ну, если два своих маленьких, то точно ничего не надо делать. Короче, понятно. Вот поэтому я и не ставлю. Хорошо. Можно ли увеличить или... Можно. Агрегат. Агрегат, назовем это. Кстати, во сколько раз может увеличиться агрегат? Говорят, что если не элитно, то он и увеличиться сильно не может. На самом деле, это всё действительно иллюзия. Очень сильно увеличить половой член нельзя. Очень лимитировано увеличение. Зависит от внутренней части половой члена, от скрытой, который под подвешивающей связкой фиксируется. И вот, собственно, на эту длину-то и можно увеличить половой член. Но при этом угол эрекции станет более горизонтальным. Если затронуть боковой связь, то появляется боковой люфт во время плавного акта. А ширину? А вот что касается диаметра, тут есть масса нюансов. Некоторые, в основном, знаешь, особые умельцы. Известные истории отдалёкных приходят туда всякие... Потом приходят и говорят, доктор, спаси что-то, он посильнёл, посильнёл, да? Точно. Но тут все пишут о том, что ты, по-моему, себе отрезан. Я вот и стесняюсь. Если бы Инстаграм не запонял, я прямо сейчас, вот, перед девушками и перед вами, снял его партки и показал, как он стоит. Может быть, я даже немножко подзюрил бы, чтобы вы посмотрели, что эта штука реально может увеличиваться в три с половиной раза. Можете увеличиваться в три с половиной раза? Да, это очень много, это очень много. То есть, если у меня реально в спокойном состоянии пять, то есть, потом он не получается шестнадцать, семнадцать, когда станет? Нет, нет, пять, нет, пять, шестнадцать. Сейчас эфир закончится, всё-таки я подзюрил бы здесь немножечко. Но чтобы ты сказала, мог бы ты написать потом диссертацию, по моему поводу. Я прямо даже уже не знаю, что мне делать писать слово диссертацию. Короче, хорошо, есть другая тема. Я всё время работал с девчонками, с ними проще, как говорят, на любую тему, на тексте тоже. И они мне всё рассказывают, потому что кореш рассказывает не о том, что он просто мутант, он её терзал до шести утра, что она еле вышла, она говорит, ха-ха, 30 секунд, потом захрапел. Я даже не понял, вошёл он или не вышел. Что делается с скорострелом, как это решается? Это у человека психология такая или повышенная чувствительность такая? Саша, ну ты молодец, за что тебя любят? Ты молодец, совершенно чётко вывела до Европы. Либо это действительно психологические проблемы, очень тяжело решаемые. Это установка на быстрый и эффективный секс, и это тяжело лечится. Все, многие знают, правду, препараты. Ингибиторы обратного захвата серотонина, не умничаю, это просто навсего один депрессант. А побочный эффект тупишь, и эвекуляция очень через долгий период времени выступает. Поэтому, честно говоря, во многих схемах используются эти статусы, именно для того, чтобы тормозить быструю эвекуляцию. Американцы, пожалуйста, люди хотят, я не ошибаюсь, у нас запрещена ни в коем случае не рекомендация. В Америке это уже разрешено во всех штатах, это трава. Они замедляются так, ну, серьезно. Но мы не будем про траву. Не, не будем, мы же в России у нас траве яйца, и поехал туда, где утолщают, естественно, путем. Так, а второй? А второй путь все правильно. И этим пациентам, скажем, больше повезло. Для этого нужно провести тест. Тест для декаина. Взять, нанести на головку, получаем, там, любой декаин, содержащий препарат, ну, и, так сказать, приступить к сенсуальному отношению. Очень помогает, я проверю. Вот, если помогает, тогда можно сделать операцию для нервации пола у членов. Короче, да, алипу просто будет декарина перед сексом, ну, а в общем... Тут уж, да, тут уж нам что-то больше нравится. Так, и тогда можно прийти как раз к девчонкам. Можно. Вот, как раз девчонки и пишут. Девчонки и пишут. А что, если все-таки действительно не поняла, пошел или вышел? То есть, вроде у парня и агрегат нормальный, а по итогу-то она говорит, я ничего не чувствую и, как бы, ничего не выходит. Ну, то есть, как бы, вроде и мне даже и хорошо, но вроде как-то я практически ничего не чувствую. То есть, вообще, не понятно, что происходит в данный момент. То есть, то ли сниженная чувствительность, то ли она не владеет ширинем сужения. То есть, вот оно либо широковато, либо после родов такая... Читайте, читайте комментарии, я тоже угораю, смешно. Да, очень часто пишут по поводу, что после родов. То есть, когда оно произошло, либо произошла какая-то травматизация, либо... Понятно, что там потом говорят, ой, это только первые три месяца, это только первые шестница. Нет, это первые годы. А потом первые десять лет, да? Да, потом пошел второй ребенок, а четко хотел быть у тебя уже трое. То есть, получается, что девчонке там 28-30, а ей говорят, что у нее сексуальная жизнь закончилась, еще 9-10. Кстати говоря, хорошая, интересная тема. Если молодая будет еще рожать, можно использовать всякие лазерные ампуляции, кстати, тоже хорошо действуют. Можно попробовать подколоть точки, тебе хорошо известные. Точки G. Это мне, и неизвестно, поэтому здесь будет интереснее смотреть. Потому что, я-то понятно, извращение со счеток, но на самом деле это медицинское показание, когда можно геоуроновой кислотой, которой девчонки делают губы, девчонки знают, о чем мы говорим, а подколоть губу точку G, его как раз в преддверии. Подколоть оно отекает за счет прелива жидкости туда, которую геоуроновой кислотой вызывает, и получается как бы искусственное сужение. И плану хорошо и ей, потому что все время как-то возбуждение происходит. Ну, не совсем так. Если точка G, смотрите, это создается просто плотная плата, и при фрикционном движении больше, так скажем, давление как раз на вот эту зону точки G, тогда да. Нет, я имею в виду, если на преддверии. Да, то же самое, тоже есть. Вот этот вот нюанс за счет достаточно плотного укрепления. А у вас все время такое на мушке становится, такой пирожочек. Да ладно, сколько ты наколешь, сколько ты наколешь. Я по-разному. Все зависит от того, что я хочу получить. Понятно. А второй способ, все верно, это хирургия. Можно взять и сделать пластику, задние стенки, например, влагалища, тем самым не сузить и, скажем так, ликвидировать последствия акушерских пособий, потому что очень много эпизиотомий, пенеотомий. Еще очень у меня был прикольный вопрос как раз от моих других знакомых, у которых реально такая тема есть, и такие тоже были. Они обрезаны, причем, ну, ну, кто-то по-религиозному этим моментам, кто-то просто решил так сделать, ну, как правило, религиозно. И за счет этого годам 30-ти говорит все. То есть говорит уже все. Она у меня чуть ли там, я у нее не первый, там все, узенько туда-сюда говорит. А я ее до утра ничего не происходит, то есть у него все хорошо, и размеры, и потенция, а он никак не может. Как это делать, что делать этим ребятам? Тут дело не в психологии, а в том, что у него практически пропала чувствительность. Вот на этом месте что делать? О, это очень сложно. Тут вот с этим поможет только психотерапия. Ответь, пожалуйста, всем на вопрос, потому что непонятно, почему мы сейчас находимся у доктора, почему такие темы? Вообще люди не понимают, что такое, где мы? Ну, вам не угодить. Вы себе спрашиваете, Шпак, где у тебя член? Я пришел к Светлане показать ей член. Вот, потому что вы говорите, что он у меня маленький, и он у меня отсутствует. Я не знаю, хватит ли вам профессора Гагарина для того, чтобы подтвердить, что яйца с членом находятся на месте, но Мася может вернуть камеру, я могу Светлане все показать, она вам подтвердит, что все есть, напишет вам расписку, а это все-таки человек с первым именем, и вам будет, собственно, спокойнее. Хотя, может быть, вы придумаете опять какую-нибудь причину, по которой все это у вас не выходит. А вторая причина, это причина того, что у меня, я же блогер, как вам тема? По-моему, тема пениса Шпака, тема самая популярная. И сегодня, вроде же, вот так вот, прям в рамках Инстаграма, мы можем обсудить то, что абсолютно всего интересно. Но, на самом деле, еще одна, еще две темы мне очень интересны. Первая тема, опять же, у девчонок, кто рожал, либо у кого появлялись те или иные моменты с нарушением мощи и впускания. Опять же, как раз, это зачастую бывает, если вот парень, почему-то вот эти у девчонок будут часто, я не называю ни имен, ни фамилии, но работаю 18-18 лет в этой сфере, и все равно ты как падра, ты как соседший отец, ты рассказываешь абсолютно все, да. И как раз вот те парни, кто не обрезанный, постоянно вот такая семья, вроде у них все, наоборот, чище, чем у не обрезанных парней, да, то есть, вот, меньше вероятность донести какую-то инфекцию. Но у этих девчонок очень часто был цистит, и цистит практически вот каждый раз, вообще вот уже непонятно, что, то есть, знаю, что и на стороне во мне бывает, и я не заслужаюсь. У него инфекции вроде как нет, у меня инфекции нет, а у меня потом все время вот такое вот цистозное, ну, как цистит, то есть, вроде как, где-то получается вот такое непроизвольное моче и впускание, вроде и даже не цистит, ну, что это, как это, как это лечится. Это очень неправильная тема, очень серьезная, вот, про нее надо говорить. Осткоэтальный цистит, это значит, был секс цистит, и это несчастные люди, которые каждый раз едят в гору антибиотиков. Самый простой там Манурал, и начинается с Манурала, заканчивается всем известным лево флоксоцимом, еще чем-нибудь. Ну, в общем, это бедные люди, которые просто не живут половой жизнью, причем это длится действительно гадали. На самом деле, ряду из этих пациентов, понятно, что надо каждый раз смотреть, но некоторым помогает операция. По перемещению наружного отверстия уредра более высоко. Почему? Потому что если наружное отверстие мочеиспускательного канала находится низко, то при фрикции просто происходит постоянный, постоянный заброс влагальщину от содержимого, и все. А так как у женщины уредра такая, короткая и широкая, в отличие от мальчиков, мальчики не болеют практически циститом, а девочки болеют. Короткая, широкая, и все, и каждый раз воспаление, и каждый раз проблемы. Поэтому... Зато девочку как ты ударляешь, что ставишь? Ну, ты представляешь, каждый раз цистит, и каждый раз антибиотики. Это жесть. Это действительно ужасно. Это еще месячная тоже жизнь. Ну, месячная, это как-то еще физиологично, а каждый раз воспаление, это, конечно, совсем не так. Такой физиологии. Поэтому я считаю, что вот в таких ситуациях, если действительно каждый раз цистит связан с половым актом, это просто прямое показание хотя бы начать с этим разбираться, а не просто вот так вот, знаете, без симптомов, лишь бы что-нибудь, кушать антибиотики. И я просто видела этих пациентов, у которых не было никакой сексуальной жизни. И как это потом, они крайне благодарные пациенты, действительно очень благодарные. Они избавляются от страданий. А что касается недержания мочи, это еще одна очень классная тема, которую ты молодец понимал. До 30% женщин по всему миру после вторых родов страдают тем или иным видом недержания мочи. В основном стрессов. Это может быть совсем эпизоды. Кошленов, чихнул. Чуть-чуть и знаю, буквально несколько капель. Но это же может пролонгироваться, прогрессировать, понимаете. И потом приходят такие дамы, вот просто дамы. И вот даже иногда немножко этот запах чувствуется. Поэтому тоже, кстати говоря, достаточно простая операция. Слинг ставится, петля на переднюю стенку. Это в гамачке уретро подтягивается. По сути, уже на операционном столе, даже если мы делаем тест, наполнули пузырь, попробовали на него нажать. Ничего не текает. Это очень классно. Еще один очень важный вопрос, который вот здесь вот уже задают. А что же, если уменьшить половой член? Это кто вам задает? Ты кто? Ну, есть такие вопросы. Кстати говоря, сложная операция. Очень редкая, сложная. Да, но тогда же надо уменьшать участие. И тона, и два ковернозных тела. То есть, после такого вмешательства в ковернозные тела, возможно, проблемы с ссорением. Но тем не менее, да, уменьшить половой член будет. И сейчас у меня был крутой вопрос, блин, только что прямо отмазали меня с Георой, блин. Ребята, если захотите попасть к доктору, мы сейчас ссылку после эфира обязательно оставим. Блин, какая-то тема же у меня была, блин, блин, блин. Что, никто не помнит, какой вопрос хотел задать? Очень много таких, знаешь, неоднозначных комментариев, потому что все фу. О, стой, извини, я вспомнил, пока не забыл. Фу, это нормальная тема, я же шпак, все хорошо. Девчонки тоже очень часто говорили, вы смотрите, мы с моей дочкой, синишкой, мы на пляже, туда-сюда-сюда-сюда. Я говорю, слушай, мы же сделали тебе хорошие фигуры. Посмотри, талия, попка, ножки, все прикольно. Что-то панкерс. Ну, мы уже как-то с тобой, например, на одной ноге общаемся. Все спокойно, что-то панкерс. Она говорит, я говорю, ну что это? Почему мне бикинки, почему мне стригулят? Ну, у меня там все так идеально, чтобы это, я говорю, то есть, что у нас посмотрело, что-то говорит, ну там, там. То есть, все равно, так или иначе, фактически все обращают внимание на пирожок. И вот там вот кому-то формула лобка, кого-то есть проблемы с большими губами, у кого-то вообще, ну, то есть, нам же все показывают рекламные темпы, знаешь, там вот, даже какой-то рекламный, она показывает всем идеальные ножки, животики, все привыкли, как должно быть. И когда девочка смотрит, она понимает, что у нее там чебурашка. Что же чебурашка делать? Ну, здесь достаточно просто. Если есть избытки, и действительно это все не закрывается большими плавными губами, ну, тогда просто делать пластику, убирать избытки и делать редукцию малых плавных губ. Как, потом чувствительность, какая реабилитация, болит, не болит? Ну, конечно, несколько дней по-муалитике, то есть все-таки операция. Реабилитация достаточно простая, а все-таки и синяки уходят быстро. Через три недели уже можно приступать к сексуальной жизни. То есть достаточно такая хорошая операция. Кстати говоря, самая частая операция среди всей гинетальной хирургии. Самая частая, самая популярная, и, между прочим, самая с высоким уровнем успеха. 90% до удовлетворены. Между прочим, ни одна другая операция такого успеха не имеет. А можно ли удалить себе член с лидичками на рассчитывание в Российской Федерации? Ну, да, при трансгендерных проблемах, конечно. Блин, то есть тут лимит от Матоза. То есть, типа, можно удалить, но лимит от Матоза? Ну, это должны быть соблюдены все формальности юридические, которые для пациентов с ядерным транссексуализмом, они все в Российской Федерации, кстати говоря, прописаны. Да? Да. Не, ну я знаю, что прописано. Почему? Какому бы это это, по-моему, прописали? Это, кстати, очень давно. С чистого, по-моему, рода, абсолютно нет? Между прочим, очень давно еще. Причёсно? Еще нет, еще в 90-е годы уже, кстати говоря, да, в институте психиатрии очень широко этой темой занимались. Ну, понятно, что это не так, как в хорошо известных странах, где очень трудно определяться. Ой, смотри, какой хороший вопрос. Ирина, спросите, во сколько лет у подростков должна открываться головка у полового члена? Кстати, это очень... А почему до подросткового возраста дожили и головку не открывали? Я, скажем, точно никому не рассказывал, даже тебе. Однозначно нужно смотреть, если уже не открывается, там где воздумут фигуры. В нашем детстве, в нашем детстве, ничего не было, кроме спидинфоль. Мы все боялись, что она будет расти пальцами, волосы между пальцами. Вот, поэтому приходилось брать чистый перчаток. Короче, ладно, фишка не в этом. Я, например, боялся, что если ее оголить, она выгудет. Да. Да. Нет, 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 на самом деле головку обязательно надо оголять, для того, чтобы даже гигиену делать, и чтобы не было... У меня поздно, у меня лет 12 лет. Ну вот у меня сын. Я его просто с рождения уже все открывала. Ну вот так вот. Что ты еще хочешь? А, все, все равно такой вопрос, который я хотел закрыть. Света, есть ли у меня член с ясен или нет? Однозначно да. Не показывать? Я боюсь, что у нас зарисование. Ну, дорогие мои. Короче, помните, есть тема, о которой практически никто поговорить не может. Все фукают, вот, а потом пишут все в директ и дайте контакты доктора. Не фукаете, просто послушайте. Не фукаете. Член у меня есть, если он вам был интересен. Кому нужно, можно, конечно, посвать вам отдельно куда-нибудь. Света, огромное спасибо, что очень мало врачей, кто готов на эту тему поговорить. И поговорить у нас в таком формате. То есть все врачи настолько серьезные, что они такие, нет, нет, мы как бы не будем. Тебе огромное спасибо. Мы тебя очень, очень, очень любим. Виделся ты твои тренировки. Всегда ставлю на них лайк, потому что для меня это вот, для меня это то, к чему-то. Еще я видел мою новую тренировку, у меня новое увлечение. Я, знаешь, что сделал? Я кикбоксом занималась. Офигеть. А я, знаешь, что делаю? Еще маршру даже не знал. Я собираюсь на будущем или повесить все-таки у себя грушу и потихонечку начать обратно заниматься. Сема великолепная, офигенная. Так что, мои дорогие, будьте разносторонними, никогда не стесняйтесь того, что у вас есть. А если все-таки у вас есть или иные гинекологические, эурологические, пластические проблемы, что касается и мальчиков, и девочек, все-таки оставляем здесь этот эфир, он сейчас сохранится, и можно будет написать его в клинику, либо профессору Гагарину, и, соответственно, вам обязательно ответят, не стесняйтесь. А для первых наших 10 подписчиков мы оставляем промокод ШПАК. Первые 10 человек, которые позвонят, придут на консультацию и получат ее абсолютно бесплатно. Просто говорите на рецепции ШПАК, или при записи вы сделаете сейчас бронирование ШПАК, и первые 10 человек получают консультацию абсолютно бесплатно, по любому из своих вопросов, и дай бог, чтобы все были здоровы сейчас.